В эту ночь люди с камерами свободно проходят в огромный тепловоз. Дорога идет через туннель имени Сталина. Днем он закрыт на реконструкцию, а ночью через него пускают поезда. Туннель имени Сталина во Владивостоке длиной 1380 метров начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован и достроен в период с 1934 по 1936 годы. Проектировался подземный для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс при возможном нападении противника. Сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный туннель, поэтому многие обустройства не были заложены в проект. Начиная с 1951 года по туннелю курсировали грузовые составы из морских портов, расположенных на мысе Чуркино, а после электрификации участка через туннель стали курсировать поезда пригородного сообщения. Фотографировать разрешили на всех режимных объектах, в том числе и в кабине машиниста. В поездке на локомотиве приняли участие студенты железнодорожного колледжа, будущие машинисты. Об особенностях работы рассказали маститые путейцы. Евгений Жуков водит поезда уже 27 лет. Признается, что больше доверяет старым добрым тепловозам, чем современной электрической тяге. Технически засчитай вечный двигатель. Считайте, что это вечный двигатель. Только запчасти надо и вовремя следить за ним. Всего железнодорожный споттинг занял два дня. На следующее утро его участники совершили уже пешую экскурсию в закрытый на реконструкцию железнодорожный туннель. Строители рассказали о проделанной работе и планах на этот год. Состояние его было, естественно, плачевным. Он был весь очень сырой. Зимой это особенно явно проявлялось, потому что были сосульки, наледи и так далее. Сейчас вы видите, ситуация поменялась кардинально. За время между нашими встречами, что мы успели сделать? Это провели первичное нагнетание, нагнетание цементно-силикатным раствором, срубку штукатурного слоя по всему тоннелю. За два дня участники споттинга сделали сотни фотографий, которые уже разместили на сайтах и в личных блогах. Следующую встречу дальневосточные железнодорожники планируют провести уже наступающей зимой. Олег Завьялов, Евгений Апарин, Александр Бартовщук. Новости на восьмом. Новости на восьмом.